Хочу рассказать небольшую историю о Владимире Владимировиче Маяковском. Маяковский родился в Грузии. Он часто в своих стихах называл себя грузином. Отец его из запорожских казаков, мама украинка. Довольно гремучая смесь. Этот двухметровый, любвеобильный романтик, красавец-мужчина в Париже во время своих гастролей познакомился с Татьяной Яковлевой, довольно известной в Париже художником-модельером, дизайнером одежды. Татьяна – русская мигрантка. После революции не могла вернуться в Россию из-за своего происхождения. Прожила всю жизнь в Париже и в США. Это был недолгий роман. Уезжая из Парижа, Владимир Владимирович Маяковский оставил свои гонорары от гастролей одной цветочной оранжереи. Через несколько лет Маяковский умер. Оранжерея много лет подряд продолжала приносить Татьяне букеты. Во время Второй мировой войны Татьяна Яковлева не могла найти работу. Денег у нее не было. Каждую неделю она ждала букет, чтобы продать его и купить какую-нибудь еду. В своих мемуарах Татьяна Яковлева пишет, что осталась жива только благодаря его букетам. История реальная и поучительная. Если бы Маяковский оставил ей деньги, что с ней случилось бы? Она бы погибла от голода. Мы всегда надеемся на лучшее. Такова природа человека. Ирония жизни в том, что она непредсказуема. Никто из нас никогда не узнает, что с нами случится завтра. Просто кто-то понимает, что деньги нужно превращать в актив, в собственность и в то, что можно завещать. Лучший инвестор – это не тот, кто умеет считать деньги. Лучший инвестор – это тот, кто умеет любить и заботиться о близких. Токены наших проектов BCT, TTA, индекс VBT – все это наша собственность. Уникальность их в том, что они неприкосновенны. Они растут в цене по мере естественного роста рынка. И по причине того, что компания расширяет географию и продуктовый ряд. Все наши активы, собственность, дают прибыль, дивиденды. Нашим дивидендам могут позавидовать акционеры Газпрома. Это факт, ничего личного. Если у меня есть хоть какой-то актив, который дает хоть какую-то прибыль, даже если это будет букет цветов в неделю, такой актив я буду беречь как зеницу ока. Вот еще что. Надежность активов, которые мы храним в распределенном реестре в блокчейне, в тысячу раз лучше защищены, чем даже в швейцарском банке. Такие активы всегда будут расти в цене, потому что на них спрос. И еще. Скачайте книгу «Капитальный ремонт сознания». Книга – это лучшее, что можно предложить человеку. Ссылка внизу под данным видео.